Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет прошел достаточно простой вопрос, в какой одежде стоит молиться перед иконами дома. В любой, друзья мои. Наверное, имели в виду, особенно девушки, стоит ли надевать платок во время молитвы? Да как хотите. Если для того, чтобы не отвлекаться мыслями во время молитвы, сконцентрироваться на общении с Богом, вам необходима какая-то определенная одежда, юбка в пол, свиторочек тепленький, косыночка покрывающая все и вся, да пожалуйста. Хотите молиться на коленях? Пожалуйста. Хотите стоя, хотите сидя, хотите оперевшись на табуреточку? Молитесь. Используйте все средства, которые помогают вам сконцентрироваться на словах молитвы. Не представляйте никаких образов, если закрываете глаза. Если открываете, то смотрите на икону. Можете шепотом говорить, можете просто молча шевелить губами, для того чтобы сконцентрироваться на словах молитвы. А можете вслух читать, можете читать с чувством, с толком, расстановкой, можете читать как в храме, речитативом. Главное, чтобы ум и сердце были соединены. А в чем вы одеты? Что у вас на голове? В пижамке вы молитесь? Или в бальном платье? В вечернем костюме? Или просто в шортах? Не имеет никакого значения. То есть не надо как-то особым образом одеваться для домашней молитвы. Да, в храм, когда идете, оденьтесь так, чтобы не смущать других людей. Не излишней изысканностью важнейших одежды и помпезностью, и вычурной скромностью, когда ты весь черный, с ног до головы. Ну, скромно, со вкусом. Девушки, поменьше душитесь, потому что рядом с вами может стать аллергик, которому очень-очень оно не кстати. Как бы прекрасно и дорого вы бы не благоухали. Ну, вернемся из церкви в дом. Повторюсь, дома молитесь как угодно. Главное, чтобы это было действительно благочестиво, и ваш ум не отвлекался на то, на вопрос, а достаточно ли благочестиво я одета? А где-то услышит Господь мою молитву, если я с платком или не услышит? Услышит в любом случае. Ночь ты молишься или днем, один или вдвоем, стоя на коленях или лежа на кровати, кормляя ребенка и читая про себя Иисусову молитву. Господь всегда слышит. Нет никаких средств усиления молитв, нет никакого времени, когда небеса отверзаются, и Господь слышит лучше. Есть только один способ усиления молитвы. Концентрация ума и сердца на этих словах. Пусть Господь слышит наши молитвы. Не забывайте, что молитвы бывают не только просительные, но и покаянные, и словословные. Не забывайте Господа благодарить за все и просить богословения на все. А в платке или не в платке, не играет никакой роли. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok